всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра польша ликует контракт с газпромом на транзит газа по ямальскому газопроводу завершился нового нет и теперь мощности надо резервировать и покупать на аукционе эксперт представляет это все как победу польши над ненавистным ей газпромом однако кто окажется победителем покажет время действие невыгодного для польши договора на транзит газа по газопроводу ямал европа спустя 25 лет после его появления подошло к концу сейчас российское голубое топливо идет через польскую территорию на рыночных условиях транспортную инфраструктуру контролирует польский оператор который может регулировать транзитные тарифы по прежнему контракту функционирования ямальского газопровода регулировалась двусторонним политическим договором между польской и российской сторонами а тот был непрозрачным неоднократно звучали мнение что он для нас не выгоден действие контракта закончилась а нового поляки не подписали рассказывает главный редактор портала бизнес-алерт войчах и кубик сейчас газопровод работает на совершенно новых условиях появились новые нормы позволяющие проводить прозрачные аукционы по распределению мощностей каждая заинтересованная сторона может купить доступ к газопроводу на польской территории российский газпром транспортирующий газ в польшу и германию или клиент который находится с западной стороны нашего отрезка и хочет отправить газ немецкой биржи к нам что стало обычным явлением объясняет и кубик новая нормальность означает оздоровление ситуации ее соответствие правилам работающим на развитых рынках газа политические риски связанные с зависимостью от транспортировки российского газа через польшу снижаются аукционы проводятся регулярно даже если объем транзита по ямальскому газопроводу снизится это станет вызовом экономического а не политического плана придется искать способы как сделать его рентабельным это будут скорее проблемы владельца компании европолгаз они всего польского государства она не зависит от доходов от транзита российского сырья отмечает наш собеседник эксперт добавляет что на фоне пандемии следует ожидать падение объемов перекачки газа по всем трубопроводам в европе а на аукционе побеждает тот кто предлагает самую низкую цену по всей видимости поляки смогут предложить более низкие ставки чем владельцы других транспортных газопроводов добавляет он появляется шанс что газопровод будет работать с пользой для польского газового сектора и европейского союза не имея уже политической нагрузки связанной с пережитком в виде имевшего политическую составляющую ямальского контракта первые аукционы показывают что хотя спорный контракт утратил силу россияне скорее всего не уменьшат объем заявок на доступ к газопроводу заключает якубик конец контракта в 2022 году следующим этапом нормализации ситуации станет завершение в конце 2022 года действия контракта между польским нефтегазовым концерном и газпромом на поставки газа тогда газовый рынок в польше начнет функционировать в полной мере свободно исчезнет политический элемент который угрожал энергетической безопасности нашей страны и ее суверенной внешней политики подчеркивает якубик он указывает что рынок газа в евросоюзе подчиняется теперь новым принципом жесткие политические контракты в которых цена газа увязывалась с нефтяными котировками это реликт прошлой эпохи которая уходит в условиях демократизации доступа к природному газу в мире увеличение количества поставщиков и путей транспортировки прежние гиганты к числу которых относится российский газпром будут вынуждены полностью пересмотреть подход к клиентам они уже не могут навязывать свои условия клиент решает что ему нужно и на этой основе выбирает поставщика в новых реалиях газпрому помимо прочего столкнувшемуся с кризисом экспорта газа в европу его объем в первом квартале 2020 года снизился на четверть придется лезть из кожи вон чтобы сохранить свою долю на европейском рынке ведь там появляется все больше выбора повышается доступность сырья с разных направлений а одновременно снижается спрос такой тренд наметился в том числе в польше благодаря развитию транспортной инфраструктуры разрушается традиционная схема поставок восток запад и благодаря проекту северные ворота формируется схема север-юг польша наверстывает упущенное в развитии рынка проводя процесс диверсификации чем быстрее она откажется от таких устаревших договоров как договор на транзит действие которого завершилось в мае или контракт на поставки из россии который уйдет в прошлое в конце 2022 года тем лучше говорит аналитик перемены и новые реалии появляются благодаря европейскому законодательству как польша удалось перейти к новой нормальности каким образом произошли перемены действия контракта и стекло у нас было два варианта продлить его или начать использовать газопровод на основе европейских норм польша член ес она реализует требование третьего энергетического пакета который описывает правила функционирования газопроводов их мощности должны распределяться путем аукционов в том числе с использованием цифровых платформ на полностью рыночных условиях идеальная модель выглядит так заинтересованный клиент резервирует через интернет мощности на суточных месячных квартальных аукционах он покупает продукт по той цене какую выберет и беспрепятственно осуществляет поставку это нормальные цивилизованные условия они выгодны для всех участников в том числе для газпрома при такой схеме не остается пространство для злоупотреблений которые мы видели в прошлом объясняет и кубик как польша удалось перейти к новой нормальности каким образом произошли перемены действия контракта и стекло у нас было два варианта продлить его или начать использовать газопровод на основе европейских норм польша член ес она реализует требование третьего энергетического пакета который описывает правила функционирования газопроводов их мощности должны распределяться путем аукционов в том числе с использованием цифровых платформ на полностью рыночных условиях идеальная модель выглядит так заинтересованный клиент резервирует через интернет мощности на суточных месячных квартальных аукционах он покупает продукт по той цене какую выберет и беспрепятственно осуществляет поставку это нормальные цивилизованные условия они выгодны для всех участников в том числе для газпрома при такой схеме не остается пространство для злоупотреблений которые мы видели в прошлом объясняет и кубик он напоминает какие обвинения выдвигал в адрес газпрома евросоюз европейская комиссия в антимонопольном расследовании указывала что российский концерн использовал инфраструктуру для злоупотребления своей монопольной позиции на рынке восточно центральной европы навязывая несправедливые тарифы блокируя других поставщиков и тормозя развитие новых проектов по импорту сырья еврокомиссия официально подтвердила что газпром делал это в частности при помощи транзитного ямальского договора отмечает эксперт перемены и новые реалии появляются благодаря европейскому законодательству как польша удалось перейти к новой нормальности каким образом произошли перемены действия контракта и стекло у нас было два варианта продлить его или начать использовать газопровод на основе европейских норм польша член ес она реализует требование третьего энергетического пакета который описывает правила функционирования газопроводов их мощности должны распределяться путем аукционов в том числе с использованием цифровых платформ на полностью рыночных условиях идеальная модель выглядит так заинтересованный клиент резервирует через интернет мощности на суточных месячных квартальных аукционах он покупает продукт по той цене какую выберет и беспрепятственно осуществляет поставку это нормальные цивилизованные условия они выгодны для всех участников в том числе для газпрома при такой схеме не остается пространство для злоупотреблений которые мы видели в прошлом объясняет и кубик он напоминает какие обвинения выдвигал в адрес газпрома евросоюз европейская комиссия в антимонопольном расследовании указывала что российский концерн использовал инфраструктуру для злоупотребления своей монопольной позиции на рынке восточно-центральной европы навязывая несправедливые тарифы блокируя других поставщиков и тормозя развитие новых проектов по импорту сырья еврокомиссия официально подтвердила что газпром делал это в частности при помощи транзитного ямальского договора отмечает эксперт россии запугивает но ситуация улучшается могут ли в этой ситуации появиться новые угрозы россия уже пугает возможными перебоями в поставках вольчих и кубик подчеркивает что ситуация изменилась к лучшему мы можем не бояться политического давления связанного с использованием транзитного договора и развивать функционирующий на цивилизованных условиях рынок газа который защищают европейские нормы россии говорит что это порождает нестабильность поскольку неизвестно сколько газа будет в будущем перекачиваться по ямальскому газопроводу с точки зрения поляков это имеет второстепенное значение за 30 лет своего суверенного существования польши не попала в зависимость от доходов от транзита российского газа это прозвучит парадоксально но произошло это благодаря тому что нам не удалось добиться заключения ямальского контракта на выгодных условиях теперь мы можем без сожаления с ним распрощаться говорит эксперт связи с этим по его словам польше уже не важно какие объемы газа россияне будут пересылать по ямальскому газопроводу для польского бюджета это не имеет значения а политические риски связанные с контрактом исчезнут ведь вместо него будут работать здоровые европейские нормы подводит итог он спасибо за просмотр жду ваших комментариев ставим лайк и подписываемся на канал за просмотр жду ваших комментариев подписываем лайк и подписываем лайк и и и и Продолжение следует...